Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Официальный партнер. Розничная сеть «Барис». Официальный партнер. Спортивный клуб «Байкал». Здравствуйте! В эфире АТВ Новости. В студии Чингисачиров и в ближайшие полчаса о главных событиях республики. И вот с чего мы планируем начать. Она ногу сломала, вон там соседка Света, руку сломала, убилась. Не пройти и не проехать. В нашу редакцию продолжают поступать жалобы на разрушенные после ливня дороги. Это что у вас? Они говорят. Я говорю, что, тараканы что ли? Грузовики, тараканы и неприятные запахи. Жители улицы Комсомольская ополчились против суши-бара в их доме. К нам приезжают люди, которые пьют именно молоко. Пейте, дети, лошадиное, будете здоровы. Наш корреспондент отправился на единственную кумысную ферму в Бурятии. Дорог больше нет. На Шишковке недавние ливни в очередной раз размыли проезжую часть. Страдают и автомобилисты, и пешеходы. Имеются даже случаи травматизма. На опасных участках дорог побывал и наш корреспондент Садном Ирдинеев. На улице Юного Коммунара после сильных дождей дорога перестала существовать. Проезжей части здесь больше нет, и ни один автомобиль больше не проедет. Водители вынуждены пользоваться объездными путями. Не повезло тем, у кого единственный проезд к жилым домам. Отворот и съезд с улицы Щерса на улицу Кузнецова. Теперь здесь легковой автомобиль точно проехать не сможет. Только грузовая машина, либо внедорожник. Да и то с большим риском сломать транспортное средство. По нескольку раз в году проезжая часть на верхних улицах Шишковки приходит в негодность. Новый сильный дождь и нет дороги. Улицу Амагаева пересекает переулок без названия. Он тянется от улицы Чертенкова до улицы Лысогорская. После каждого сильного ливня он превращается в непреодолимое препятствие. Автомобилем с трудом, но проезжают только спустя несколько дней. У пешеходов имеются уже случаи травматизма. А жителю этого дома приходится спасать свое имущество с каждым сильным дождем от подтопления. Вот Света, вот здесь вот Володя подходил, ее муж. Она ногу сломала, вон там соседка Света, руку сломала, убилась. Вот инвалид с тросточкой ходит. Он вообще сейчас до поликлиники не дойдет по этим дорогам. Это вообще безобразное отношение. А он Женькин дом чуть не унесло. Вон промоина такая. Наша улица превращается в сплошной овраг, по которому невозможно пройти. Невозможно проползти. Здесь пройти невозможно по дороге, приходится ползти по забору, держаться за него руками. Особенно тяжело людям с маленькими детьми. Ну, с коляской вот мы вообще не могли. Да и даже и сейчас с коляской вообще не пройдешь. Видите, какая дорога. Все поразмыто. Приходится нам с коляской обходить улицу полностью туда до конца. Вот так получается. И по улице 8 марта, чтобы попасть на трамвай или на маршрутное такси. Видят эти улицы и рабочие аварийных служб. Однако это не сотрудники комбината по благоустройству, а МУП-водоканал. Ходят, собирают размытые по дороге нужные им запчасти. Все это в поисках колодцев, зарытых песком после дождей. Видите, намыли. Все замыто. Найти не можем колодец. Вот ищем. Я не один их такой. Вот я живу здесь 17 лет. За эти годы, вот Ира живет 25 лет, мы никогда здесь не видели технику, чтобы выровняли нам дороги, чтобы грейдер прошел, сравнял. Хоть зимой, хоть летом. Этого никогда нет. В комбинате по благоустройству о проблеме этих улиц знают. Нам пообещали все исправить в ближайшее время. Ну вот эти улицы, получается, они идут от Лысогорской. Вот эти все проезды мимо Могаева, Кузнецова, затем на юных коммунаров. На этой неделе полностью мы будем все отсыпать и грейдировать. Это уже улица Иванова. Легковой автомобиль не рискнул здесь проехать. Вынужден разворачиваться и искать хорошие дороги в другом месте. Происходит это все с 2016 года, как провели воду нам, ну, центральный водопровод. И вот три года мы мучаемся, три года идут обвалы, начиная вот с самого низа, вот с проулка вот оттуда. И вот по этой колее, ну так идет, как дождь, все у нас валится. Вся техника работает в других местах, но здесь коммунальщики также пообещали восстановить дорогу. На улице Иванова я сегодня проеду, посмотрю. Заявка, по-моему, заявку нам подавали на этой неделе, что ли. Но еще пока не ездили туда. Сейчас грейдер работает у нас на Шишковке. Съезжу, посмотрю, оценю обстановку и, в принципе, тоже будем отрабатывать ее. АТВ будет следить за непростой ситуацией на этих улицах. С одном Ирденеев, Елена Нечаева, Владимир Попов, Данила Жаркой, телекомпания АТВ. Близится осень, и так как 1 сентября в этом году выпало на воскресенье, торжественные линейки в школах Бурятии перенесли на второе число. Между тем подготовка к школьному сезону заканчивается, и подавляющее количество школ уже ждут своих учеников. В этом году было выделено довольно-таки внушительное финансовое средство, более миллиарда рублей на капитальный ремонт учреждений общего образования и дошкольного образования. Никогда вот такого у нас, конечно, не было, чтобы более миллиарда рублей выделялись на капитальный ремонт школы республики. Тем не менее, не все школы готовы принять учащихся. В связи с ремонтными работами 9 учебных заведений откроют свои двери лишь к концу этого года. До этого времени детей распределят в другие школы. Дети из третьей гимназии будут обучаться в здании школы номер 1, там выделили им кабинеты, в здании школы номер 2 и в здании школы номер 51. Дети из 24 школы будут ездить в пятую школу. В пятой школе выделили им 9 кабинетов, в которые они в две смены будут все их 314 детей обучаться. Экстренный перенос занятий уже согласовали с органами Роспотребнадзора, Госпошнадзора и с родительскими комитетами школ. Продолжаем тему образования. Школьникам хотят запретить носить с собой смартфоны. С такой инициативой недавно выступило Министерство просвещения России. Ведомство рекомендует региональным министерствам ограничить использование гаджетов в школах во время учебы. Почему и как на это отреагировали горожане в сюжете Валерии Роднаевой. За или против? Министерство просвещения России решило, что использование телефонов в школе может пагубно сказаться на психике учеников. Приведет к ослаблению памяти и внимания. Так запретят ли школьникам пользоваться смартфонами или за несколько лет гаджеты стали неотъемлемой частью подрастающего поколения даже за партами? Использование сотовых телефонов на уроках и вообще в школе давно стало острым предметом спора между учителями, учениками и родителями. Попытки самих педагогов запретить гаджеты зачастую натыкались на сильный аргумент. Ребенок отвечал учителю, почему же тогда вы ими пользуетесь? Конфликты уходили в никуда. Но тут инициативу проявило федеральное ведомство. В сегодняшний день и международная практика, и международные исследования показывают пагубное негативное влияние телефонов на не только здоровье, в первую очередь на здоровье, но и, конечно, на образовательный процесс. Снижается память у детей, нарушается сон, излишняя раздражительность у детей появляется. И даже выявлена прямая зависимость от того, сколько времени ребенок проводит с телефоном, зависимость на его качество знаний и на его успеваемость в школе. Суровые доводы. Тем более, что Минпросвещение России провело статистику. 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Мы решили узнать, что об этом думают у Лану Дэнси. Минпросвещение России решили запретить телефоны в школе. Вот что вы об этом думаете? У нас, по-моему, так в школе запрещено. У вас вообще в школе нельзя приносить телефоны? Можно, но на уроках нельзя доставать, на переменах тоже. А как вы к этому относитесь? Вы за или против? Нейтрально. Люди тупее, это смартфоны. Детям только на пользу будет, то, что у них будет больше времени на то, чтобы уделять внимание учебе. В этом есть, конечно, свои плюсы, то, что дети, они не подглядывают ответы, но и в социальном плане, то, что нет такого сильного, не бросается голоса, кто-то богаче, кто-то беднее. Итог нашего мини-опроса неожиданно совпал с данными Министерства просвещения. Улан-Удэнцам или все равно, или они против использования телефонов на уроках. Право решать, что будет с мобильниками, предоставлено региональным ведомством и самим школам. Но есть один нюанс. По данным того же Минпросвещения, около 75% опрошенных считают, что педагоги также должны отказаться от мобильной связи в присутствии учеников. Вот такой вот может быть странный паритет. Валерия Роднаева, Николай Дулбаев, Данил Жаркой, телекомпания АТВ. Нерадивые арендаторы. Жители улицы Комсомольская недовольны новым соседством. В начале лета в их доме поселился суши-бар и с тех пор совместное сожительство не задается. По словам жильцов, заведение приносит одни неприятности. От тараканов до невыносимого запаха. Марьям Восконян подробнее. Суши-хаус на Комсомольской, 18. Режим работы с 10 утра до 11 вечера. Это в теории. На самом деле, ежедневно шум стоит до часу ночи. Так говорят жители дома, в котором кафе арендует помещение. Но проблема не только в шуме, но и в антисанитарии. Насекомые и запах горящего масла не пропадают весь день. Буквально вот здесь лежит холодильник, перевернутый длинный холодильник. И, значит, там что бегает. Запахи и бегающие насекомые. Я спрашиваю, это что у вас? Они говорят, я говорю, что тараканы что ли? Они, а может быть клопы? Я говорю, как клопы? Кроме тараканов и невыносимого запаха, людей беспокоят курьеры суши-хауса. По словам жителей, заказы они забирают через задний ход. Соответственно, и паркуются на заднем дворе. Так иногда паркуются, что дверь нельзя открыть. Дети-то бегают тут, вот через этот узенький, их же не привяжешь, и все, выскочил, и под колеса ребенок. Буквально 5 сантиметров. Буквально 5 сантиметров. Вот открываешь, выходишь, и думаешь, или я налечу, или машину, а потом начнется претензия к кому. Что я машину поломала, дверцу было такое один раз. Однако сотрудники кафе придерживаются другого мнения. У вас заказы забирают здесь или через задний ход? Здесь, конечно. Вот жители этого дома говорят, что там постоянно подъезжают машины прямо возле детской площадки, что это опасно. У вас там, ну, то есть там постоянно все паркуются. Нет, здесь паркуются только жители дома. Наши стоят только здесь. Там они вообще не стоят. Девушка на ресепшене добавила, все водители после 11 часов разъезжаются, а тараканов у них в помине не было. Как говорится, доверяй, но проверяй. В нашем случае проверку мы доверим управлению Роспотребнадзора. По результатам рассмотрения вашего видеосюжета будут проведены проверочные мероприятия и в случае необходимости приняты соответствующие мероприятия. Если окажется, что погрузка и отгрузка еды происходит через задний ход, то последует штраф. Если же подтвердятся слухи о тараканах, то деятельность организации приостановят. Мария Амбасканян, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Пока одни ждут решения, другие уже дождались. На прошлой неделе в нашу редакцию обращались жители дома по улице Комсомольская 8А. Тогда их напугал высоковольтный провод, свисающий на опасном расстоянии от земли. Но не успел наш репортаж собрать просмотры, как уже последовала реакция. Уже на следующий день на место выехали представители МРСК Сибири и пообещали исправить недочет. После выхода сюжета действительно мы приехали сюда, увидели, что, ну, видимо, от ветра кабельная линия провисла. Для населения никакой опасности не представляет. Вот. Но все-таки необходимо работу завершить. То есть ребята сейчас к работам приступили. После монтажа муфт, значит, мы этот кабель включим. Временный кабель мы снимем. Энергетики пообещали завершить работу уже сегодня. Снять злочастный кабель и подключить дом через подземную электросеть. Мы, в свою очередь, проследим за исполнением обещания. АТВ не только действует, но и путешествует. Наша съемочная группа сейчас находится в Москве на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Уже традиционно от Бурятии представит свою технику Улан-Уденский авиазавод. Екатерина Сюшенко в данный момент находится на открытии. И потому ей слово. МАКС-2019 открыт. Правда, пока не для всех. В первые дни выставка работает только для иностранных заказчиков и делегаций. Завелилось порядка 40 стран. Уже в пятницу выставка откроется для широкой публики. Что касается Улан-Уденского авиационного завода, то мы представлены здесь двумя вертолетами. Это МИ-171А2 и вертолет Арктика. Повторюсь, что МАКС работает первый день, а потому о результатах работы выставки говорить пока рано. Будем держать вас в курсе событий. Напомним, МАКС-2019 будет проходить шесть дней вплоть до 1 сентября. Подробный репортаж салона мы обязательно покажем в эфире. Любимым учителям набор конфет Мерси со скидкой 45%. Всего 199 рублей 89 копеек. Абсолют гарант низких цен. В Улан-Удэ отпраздновали День флага. В стране не остался и район ПВЗ. Наша телекомпания организовала праздник в сквере Радуга. Песни, танцы, угощения и многое другое. Для чего мы проводим такие мероприятия? Мы вообще в принципе позиционируемся больше, чем телевидение. И всегда стараемся устраивать больше таких мероприятий, чтобы люди знакомились, общались, дружили, чтобы было в принципе хорошее настроение у всех. И таких праздников не хватает, и такого общения не хватает в нашем мире. Напомним, в этом году государственный флаг России отмечает 350-летие. В честь этого во многих скверах и парках города прошли символичные празднования. Единственная на всю Бурятию кумысная ферма готовит этот чудо-напиток вселенную Йохон Селенгинского района. Для тех, кто не знает, кумыс – это кисломолочный продукт из лошадиного молока. Мой коллега Будам Мунхоев опробовал его впервые и готов поделиться впечатлениями. В новом материале из цикла передач «Сделано в Бурятии». Мало кто в Бурятии дует лошадей даже в подворьях, не говоря уже о получении молока в промышленных масштабах. Но у семьи Цериндандоповых кобылки выстраиваются в конвейер и спокойно подставляют в имя. К нам приезжают люди пить именно молоко. С одной кобылы получают всего лишь пол-литра молока. Корова, например, дает гораздо больше. Зато вкус лошадиного продукта куда интересней. Оно совсем не похоже на то молоко, которое вы привыкли пить. Этот лошадиный напиток на вкус сладковатый. Его, кстати, нельзя добавлять в чай, потому что на один грамм жирности в нем? На 100 грамм. На 100 грамм молока? 1% жирности. То есть чай будет слишком жирным или недожирным? Недожирным. Из лошадиного молока получают напиток, да еще какой. В этом агрегате варится кумыс и единственный в своем роде на всю Бурятию. Так он мешается 3-4 часа. При температуре до 25 максимум. Чтобы бактерии хорошо создать приятные условия для бактерий. Кумыс полезен для пищеварения. Во-первых, для профилактики, во-вторых, при язве желудка, 12-перстной кишки, при дизентерии или брюшном тифе. Меж тем, на вкус он достаточно кислый. Купить его можно в магазинах «Эколавка» и «Долина». Это что-то среднее между бурятскими традиционными напитками, такими как тарасун, курунга или арс. Очень кислые, очень терпкие и очень насыщенные. А вот этот кумыс детям можно? Кстати, его нельзя много пить, нельзя его долго хранить в теплом месте, потому что он слабоалкогольный напиток, в нем около 2-3 градусов, но если его передержать в тепле, то градусов будет около 10. Цериндандоповы занимаются кумысом третий год. Идея варить такой напиток пришла мужу и ржены. Начиная с малого, они постепенно наращивают свой табун. На сегодня у них около 140 голов, половина из которых кобылицы. Этот проект получил у нас грантовую поддержку в 2016 году. На эти средства с привлечением собственных средств они построили ферму. Поставки в городе Уланды имеются, они в четырех магазинах реализуют и в Датсане на Верхней Березовке. В общем-то стабильный достаточно проект. Здесь устраивают собственные родео. Так Цериндандоповы привлекают туристов в родной Нейхон. Для приезжих даже устраивают мастер-классы по дойке кобыл. Развлечения на следующий год пополнятся конными прогулками по степи. Заодно тут построят и гостевые домики. Для нас очень важна синергия связи работы министерства, правительства, республики Брятий, глав на местах, а самое главное общество, бизнеса по развитию новых направлений, новых дестинаций в туризме. При желании тут каждый может почувствовать себя лихим наездником. Не лихим, конечно, но наездником точно. На парочку минут буквально. Сколько стоит прокатиться на лошади уже обкатанной? У нас вообще так? Просто так, да? Да, просто так. Тем более бесплатно. В общем, приезжайте в Селенгинский район, пробуйте Кумыс, посмотрите Родео, покатайтесь на лошадях. Будам Мунхоев, Владимир Попов, телекомпания АТВ. От бетонных стен к общественному транспорту художники со всей страны продолжают разукрашивать республику. Только теперь вместо привычных полотен в виде стен и дорожных развязок райтеры использовали трамваи. О том, что из этого получилось, расскажет Валерия Роднаева. Вот такие красочные трамваи появились на улицах города. Ради этого художники из разных городов приехали в Бурятию. Они раскрасили два трамвая, которые сюжетно связаны между собой. Например, здесь изображен мужчина-лучник. Он символизирует силу, меткость, попадая точно в цель. С другой стороны трамвая изображена девушка. Она символизирует красоту. В руке держит ключ, как доступ к новым знаниям. Также есть изображение синего дракона и фламинго. Чтобы раскрасить два таких трамвая, у художников ушло два дня и две ночи. Эскизы рисовали и согласовывали в течение месяца. А теперь обновленный транспорт готов к использованию. То есть их всего два. Они оба связаны между собой сюжетом, одинаковой колористикой. И в общем на каждой стороне реализован определенный сюжет, который является определенной составляющей традиционной бурятской культуры и в целом какой-то восточной философии возможно. Ну, были свои тонкости, нюансы. И, конечно, и погодные условия. Плюс все-таки трамвай, здесь, видите, окна и между окон все вот эти вот тонкие элементы. Это все требовало определенной сноровки, чтобы это все выполнить. Пригласила художников местная общественная организация экстремальных видов спорта и уличной культуры «Арт.точка». Там создали проект «Бурятия в красках» и стали победителем федерального гранта 2019 года. В рамках него мы работаем также и с подростками, находящимися на разных видах профилактического учета в ПДН МВД и оформляем городское пространство. В основном участвовали приезжие. На данный момент в сентябре мы будем вот именно нашей ландырской командой работать уже также в городе. И не только. У нас там есть еще кое-что, что мы приготовили для вас. Ну, скорее, надеюсь, что мы успеем к дню города. У горожан есть возможность поучаствовать в конкурсе организованного управлением трамвая совместно с проектом «Бурятия в красках» и выиграть призы. Мы объявляем фотоконкурс. Нужно поймать трамвай в городе, сфотографироваться на его фоне и опубликовать в социальной сети Инстаграм с нашей отметкой «Трамвай 03». Вся информация, призы, условия также будут в нашем официальном аккаунте городского трамвая. Валерия Роднаева, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Три дня не опуская ракеток. В Улан-Удэ завершился кубок горсовета по настольному теннису. Спортсмены из России, Китая и Монголии поборолись за медали и денежные призы. Антон Симонов узнал, кто оказался сильнее. Валерия приехала на соревнования из Санкт-Петербурга. Она занимается настольным теннисом шести лет. В спорт ее привела мать, мастер спорта. Сейчас девушке уже 23 года и, как она признается, победа далась ей нелегко. Легко не было. С первой встречи я боролась, настраивалась на каждую игру. Прежде всего, наверное, Дарина, с которой мы играли в финале, достаточно... Ну, самой сложной для меня соперник была она, потому что я и в группе партию проиграла, и могла с борьбой завязаться конкретно. Ну, и здесь сами видели, очень сложно было. Не менее напряженная борьба была и среди мужчин. Алексей Жуков играет на Кубке горсовета третий год подряд и с уверенностью одерживает победу. Сезон только начинается, август месяц, то есть сейчас вот с сентября пойдут соревнования, поэтому можно рассматривать вот эти соревнования как подготовку к новому сезону. И если для некоторых это просто подготовка к сезону, то для остальных это мотивация к работе над собой и важный опыт. В последнее время, честно говоря, я не так часто тренируюсь, но после этих соревнований мне хочется взять ракетку в руки и начать играть. В этом году на соревнованиях сошлись более трехсот спортсменов. Как говорят организаторы, это на 100 человек больше, чем в прошлом году. Расширилась и география участников. В Улан-Удэ приехали команды из Китая и Монголии. Конечно, как и в любом соревновании должен победить сильнейший, но я считаю, что для многих участников Кубок Гроссовета будет определенной ступенькой к повышению профессионального мастерства путевкой в большой спорт. Сам турнир проходит третий раз. Как признается Алексей Хандархаев, на будущий год его планируют провести под крыши ФСК. Антон Симонов, Данила Жарко, телекомпания АТВ. В Бурятии появилась еще одна буддийская святыня. В Селингинском районе открылся главный храм Загустайского дацана. На торжественном открытии Цокчендугана побывал наш корреспондент Садном Ирденеев. Сегодня в Цокчендугане Селингинского района проходит свой самый первый молебен Дашанима Равне. Цокчендуган это самое главное здание Загустайского дацана. Также сегодня пройдет обряд Женсрык. Это очищение местности. Молебен продлился до позднего вечера. Открытие Цокчендугана для верующих имеет большое религиозное значение. Главное храм получается. Вот здесь все божества, все Будды, все хранители и дамы здесь собираются. Это получается Цок, это собрание, ну хорал получается, его собрание. Чен это большое собрание получается. У Загустайского дацана двухсотлетняя история, основан в далеком 1784 году. Это дацан шести булагатских родов. В 1930-е годы он был закрыт и затем полностью разрушен. Пять лет назад восстановили небольшое здание Сахюсендуган. И вот сейчас, после восстановления главного храма, у жителей окрестных сел большая радость. Как было в те далекие годы и сегодня так же она выглядит. Мы по проекту первое, когда дацан был, по проекту построили. На сегодняшний день очень знаменательный, очень радостный день. Мы долго ждали и за пять лет построили Сахюсендуган. Едва открывшись, новый храм сразу же стал местной достопримечательностью. Местные сельчане, туристы и паломники все хотят здесь побывать. В следующем году Загустайский дацан примет соревнования Селингинского районного сурхарбана. И в дальнейшем, конечно, в связи с открытием, я так думаю, что еще больше народа будет приходить, и тут и молодожены, наверное, будут сюда приезжать. Дуган строили методом народной стройки. Активно помогало и правительство Бурятии. В общей сложности было выделено 6 миллионов рублей республиканской субсидии. Данный проект у нас для прихожан Загустайского дацана, он давно был в уме, то есть возродить свой родной дацан. И вот в течение порядка последних 6-7 лет наши мечты сбиваются. Праздничные мероприятия в Цагчендугане Загустайского дацана в Селингинском районе продлились два дня. Завершились мероприятия соревнованиями Сурхарбан. Это национальная борьба Бухабарилдан, конные скачки Мариурилдан, разбивание костей и Шагэ Надан. Призовый фонд составил 500 тысяч рублей. Содном Ирденеев Данила Жарко и телекомпания АТВ Селингинский район. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Следите за нашими новостями онлайн и будьте в курсе событий. Всего хорошего и до встречи в эфире. В Абсолюте акция Школьный бум Купи канцелярию на 300 рублей отдельным чеком и получи шанс выиграть айфон, айпод или макбок. Надоели пробки? Не можете найти нужный товар? Устали стоять в очереди? Зачем ходить в супермаркет, когда есть онлайн-маркет? Приятные цены, бесплатная доставка. barisonline.ru Покупки с одного клика. Плавание это жизненно необходимый навык. Спортивный клуб Байкал объявляет набор детей от 6 лет. Мы подберем для ваших детей эффективные методики и программы обучения. Создадим мотивационную базу и откроем дверь в большой спорт. Обеспечим высокие стандарты качества услуг и быстрое достижение результатов. А также ежегодные тренировочные сборы на озере Байкал. Занятия стартуют 9 сентября. Успевайте записаться по телефону при поддержке Федерации плавания Республики Бурятия.